Здравствуйте! Тема будущего накопительной части пенсионной системы на прошлой неделе снова была в центре внимания. Что еще важнее, в ближайшее время, видимо, предстоит возвращаться к ней снова и снова. Вице-премьер Ольга Голодец на конференции РСПП оценила потери накопительной части в 2015 году в 200 миллиардов рублей. ЦБ, который регулирует этот рынок, в общем, опроверг эти цифры. А точнее, за 2014 год граждане получили суммарный доход в размере более 60 миллиардов рублей, что соответствует годовой доходности в 5,5%. А в 2015 году отрасль, пусть пока и по предварительным данным, но улучшила результаты, увеличив суммарный доход до 172 миллиардов рублей. В целом вопрос не в том, кто как посчитал, а в том, какая судьба уготована накопительной системе в частности и рынку НПФ вообще. А в последние пару лет все больше поводов беспокоятся и за то, и за другое. Не готовят ли нас к четвертой уже заморозке средств накопительной части, скажем. Так, вице-премьер все на том же мероприятии РСПП сказала, что Минфин не будет препятствовать отмене обязательной накопительной пенсии. Этого очень давно то ли добивается социальный блок правительства, то ли серьезно думает в этом направлении, часто высказываясь на эту тему в СМИ. Неприятная новость. Мне понятна беспокойность социального блока правительства, головой отвечающего за самое сложное направление деятельности кабинета министров. Это деньги нынешних и будущих пенсионеров. Это люди, которые нуждаются в том, чтобы их интересы не просто учитывали, но защищали самым активным образом. Это основа стабильности, в конце концов, любого государства. Потому так важно разобраться в этом вопросе. Знаете, есть стратегия, есть тактика. Есть задачи локальные, но есть более глобальные. Но, глядя на то, какую долю в расходной части бюджета занимают трансферты в пенсионный фонд, волей-неволей задумаешься, а что будет дальше? Потому как тенденция понятна. С каждым годом пенсионеров прибавляется. Да, у нас в начале 90-х случился демографический провал. Да, из тех, кто сейчас работает и в социальном, и в экономическом блоке правительства, никто в этом не виноват. Но это не повод подходить к вопросу по принципу, а есть ли претензии к пуговицам. Реформа, активные действия в этом направлении уже давно назрели. Пенсионные фонды во многих странах, с кем нам хотелось бы себя сравнивать, заметны участники финансового рынка вообще и фондового в частности. Например, отличная идея не так давно прозвучала от РСПП, которую, кстати, поддержал президент включить негосударственные фонды в процесс приватизации. Мы-то переживали, что приватизация масштабно затевается, непонятно зачем, в такой неподходящий момент. Но идея, надо признать, рисуется очень хорошая. Ее, в частности, поддержали и в Минэке. Рыночная стоимость многих активов сейчас низкая. И если будут участвовать крупные предпринимательские структуры, обязательно возникнут вопросы. А вот участие пенсионных фондов, если мы не заморозим накопительную часть пенсии и используем эти средства, обязательно даст очень хороший результат. Фактически люди, участники накопительной системы и с деньгами в НПФ, станут совладельцами некоторого количества компаний. Развитие инвестиционных возможностей пенсионки – это огромный плюс с точки зрения привлечения иностранных денег. Известно, что участие средств пенсионных фондов в проекте – это почти гарантия того, что западный или восточный капитал захочет быть в нем. Одним словом, все вроде бы все понимают. Глава Центробанка Эльвира Набиулина продолжает говорить о важности сохранения накопительного элемента пенсионной системы. Но вот социальный блок правительства видит будущее лишь в страховой. По оценкам Минэкономразвития, трехлетний мораторий на перечисление обязательных накоплений частным управляющим стоил порядка 900 миллиардов рублей фактически не до инвестиций. Очень жирно для такого сложного с экономической точки зрения периода. Интересно другое. Что в случае, допустим, вообще отказа от обязательной накопительной части мы будем делать с уже накопленными 3,5 триллионами рублей? Как все это будем объяснять людям? До свидания.